Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Мы сейчас с вами находимся на главной странице нашего сайта. Выглядит он следующим образом. У нас появились конкуренты. Иногда они копируют наш дизайн. Так вот наш сайт lpfo.pro. Вот так вот он выглядит. И на его главной странице, давайте я нажму на наш логотип, если страница перезагрузится, вы окажетесь на ее, на главной странице нашего сайта. И показать я вам хотел следующее. Значит, у нас есть здесь на главной странице размещена вот такая вот ссылочка. Планы проведения проверок Ростехнадзора в 2020 году. Соответственно, если на нее нажать, у вас откроется документ на Google диске. Он такой вордовский, его можно скачать. Вот здесь вот такая стрелочка присутствует. Здесь написано даже 2017 год. Этот документ не обновлялся нами с 2017 года. Специально это так сделано. Соответственно, зайдя на наш сайт, вы можете скачать этот файлик, перейдя по этой ссылочке и скачать его с Google диска нашего. Вот так вот он выглядит. Нажимаем и скачиваем. Все это сделано для вашего удобства. Всего в Российской Федерации 29 территориальных отделений Ростехнадзора, вернее так, 6 центральных, центральных, центровых, если можно так выразиться, управлений, межтерториальных управлений Ростехнадзора. Тут центральное, понятно, это Москва, Питер, Донское, Волжское, Уральское, Сибирское и Дальнего Востока. Кроме того, их всего 6 вот этих центральных отделений Ростехнадзора. Ну и кроме того, 23 территориальных отделений Ростехнадзора. И здесь вот есть такая пометочка. Все ссылки идут на официальные сайты, во множественном числе Ростехнадзора. Этих сайтов реально 29. 6 плюс 23 получается 29. Соответственно, зная в какой области вы находитесь, вы можете зайти на ваш специализированный сайт Ростехнадзора, который вас контролирует, неважно, где вы находитесь, там, в Смоленске, в Ярославле, в Астрахани, в Бурятии, в Республике Саха и так далее. Выбрать соответствующий ваш Ростехнадзор и задавать ему какие-то вопросы, с ним контактировать по вопросам дистанционных психологических обследований вашего персонала. Это очень важно для того, чтобы вы могли сами сориентироваться. Как правило, этим занимаются инженеры по технике безопасности или заместители директора по технике безопасности. Главные инженеры иногда этим занимаются, там, с их подчиненными лицами и так далее. Одним словом, легко и просто определиться, в какой таблице Excel, в каком Ростехнадзоре вы находитесь, ориентируясь вот на эту таблицу по областям. Ну вот, давайте попробуем, перейдем на центральное МТУ. Нажму я сейчас эту ссылочку, соответственно, у меня открывается ссылка на центральный Ростехнадзор. И обратите внимание, ежегодно, 31 декабря, эти планы проверок обновляются. По всем этим 29 сайтам Ростехнадзора обновляются. И, соответственно, центральный Ростехнадзор, обратите внимание, текст. План проверок организаций на 2021 год. Заходим, нажимаем на него, и нам предлагает скачаться таблица Excel. В этой таблице Excel вы благополучно находите ваше предприятие, и в этой таблице Excel будет срок, месяц, когда к вам придет проверка Ростехнадзора. Так это все устроено. Молодец Ростехнадзор, замечательная организация, в отличие от нескольких других организаций Российской Федерации, работает, выполняет свою деятельность и обеспечивает нашу с вами безопасность. Реальная организация. Организация, которая помогает нам с вами жить, выживать в этих непростых техногенных условиях. Собственно, вот все, о чем я хотел сказать. Еще раз повторюсь, все ссылки идут на реальные. Каждая ссылка живая, она ведет на определенный сайт Ростехнадзора. Один из 29. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Благодарю вас за внимание и удачи вам.